Девушки отдыхают Для вас самый комфортный и интересный дуопартнер из игроков про сцены в СНГ. И почему? И в итоге побеждает у нас Аня первушно с вопросом, с ответом на этот вопрос, что Лик Рид, по ее мнению, самый лучший, потому что чисто чтобы проверить, насколько его хватит страдать. Вот так вот. А скажи мне, Зак, например, кого бы ты взял себе в дуопартнера перманентного? Ответ очевиден, Алексей. Крёкс. Мне нужен лесник, я на топе играю. Подстава. Зак, ты играл с ним наверняка, правильно? У тебя была легчайшая возможность, как ветеран просто. Когда король просто бэм, ты заходишь, просто говоришь, что Крёкс, погнали, все, типа. Ну я это делаю, тут вообще-то как бы играю. Не, погнали, скрим у нас, вообще-то нет, дуоку, быстро. Но если не Крёкс, то Лик Рид я опять тоже взял. Он очень хорошо играет, и мы как-то играли даже временами до, и он любил там левли на пятом уже на топ прийти и тоже мне погангать, поэтому... Не забывайте, друзья, также, что у нас возвращается любимая многими, особенно дробовиком, акция «Моё фото LCL». Вот, поэтому свои фотографии постите в Инстаграм и во Вконтакте с темой «Как я встречаю...» Да, «Как я жду, вернее, и ждал новый сезон LCL». Поэтому мы выберем лучшие на следующей неделе в субботу и покажем их на экране, и, возможно, даже выберем лучшего с ценным призом. Касаемо следующего матча. Матч тоже очень важный, потому что это дебют в Электис Еспортс, полноценный в континентальной лиге. С новым составом, с новым минлейнером, хорватским, сербским лесником, который играл до этого, возможно, спорно, и перспективным, но непонятным ботлейном. Как, Бульба, тебе вообще эти замены, учитывая, что из в Электис ушли все, потому что был состав «Звездный» с Ноуманзом, с Криоксом, с Банжуром, тот самый легендарный, который должен был быть изначально, да. А он развалился, и теперь собралась такая вообще солянка, и по факту не понятно, кто заиграет там. Ну, по поводу ботлейна, я бы сказал, что нынешний ботлейн мне нравится намного больше, потому что Анхоли очень долгое время был сильным от Акери, но ему просто не давали возможности себя показать. Тимонко, да, не играл один год, но, тем не менее, это игрок, который всегда мог адаптироваться, всегда был неплох. Возможно, он был не самым лучшим на своей позиции, но, тем не менее, он был достаточно хорош. На средней линии у нас Люкези, мы знаем то, что это игрок очень высокого уровня в челленджере Европы, и я думаю, что, в принципе, он должен себя показать с лучшей только стороны. Единственный, скажем так, момент, который у меня под вопросом, это Double M, который, в принципе, неплох. Зак не особо, скажем так, лестно на нем отзывался, но, тем не менее, я думаю, то, что поначалу он будет хорошо заходить для команды, возможно, в последующем будут определенные проблемы, но, тем не менее, все может наладиться. Именно самый опытный игрок в авиакцистке спортзимы к нам рассказал, почему он не играл в прошлом году и чего он ждет от своей взобновленной карьеры. Внимание на экран. Прошлый год я был тренером, я заканчивал учебу. Если бы я, кстати, думал об этом, если бы я не ушел в тренера, то я, скорее всего, не получил диплом, я забил бы, не закончил бы учебу. Так что с этой стороны плюс, минусом стал, это, конечно же, результаты после, не знаю, целого года побед в хард-рандом, вейлдкарты и тому подобное, занимать последние места и даже не ездить на ланы было очень грустно для меня. Снова хочу побеждать, вернулся, много тренируюсь, хочу ездить на вейлдкарты и сражаться с лучшими игроками в мире. Большинство аналитиков ставят нас на шестое место, потому что они судят по тому, как игроки играли раньше, что они знают о них то, что было раньше. Сейчас мы тренируемся и развиваемся, мы играем против очень сильных команд скримы и зачастую побеждаем, поэтому я думаю, что мы точно в этом спинте зайдем в топ-4. Вот такой вот оптимистичный прогноз от Димонки, который рад, что он и образование получил, и потренировал, и смог карьеру свою возобновить. Вот, насколько, ну, это, вот, Зак, коротко, ты как ветеран состава, с самого первого буквально дня ты в нем был, покинул его, вот твоя оценка, коротко. Состав хорош, и он может взлететь, но нужно долго над ним работать, и нужно правильные цели поставить, и именно Лукези отправная точка от того, от кого нужно играть. Отправная ли точка Лукези и кто там заиграет, мы узнаем уже совсем скоро, поэтому слово Алсиору и Машнзенайту для комментирования третьей игры. Итак, друзья, наконец-то увидим мы и игру Воевиктисов, которые вчера, к сожалению, сыграть в свой матч не смогли. Играть они сейчас будут против команды Натус Винцера, которые вчера провели очень удачную игру против Гамбитов, которые сегодня обыграли М19. Так что если сейчас Na'Vi выигрывают, у них 2-0 на первой неделе, это очень хорошая заявка. А если же выигрывают Воевиктисы, то все становится непонятно, потому что Na'Vi тогда обыграют Гамбитов, Гамбит обыграли М19. А Воевиктис взлетают на топ-1. Потенциально. Ну и Вега такая рядом, а не верьте в нас дальше. Воевиктис не взлетают на топ-1 после поражения вчерашнего. Не, я имею в виду, ну и с точки зрения, как это, кто кого обыграл, тот и сильнее, поэтому... Что же теперь, давайте переходить к этапу блокировки и выбора чемпионов. У нас Райз отправляется в блокировку со стороны Натус Винцера в первой же фазе. Лукейзи, кстати говоря, стоит отметить, это очень сильный игрок. В стане Воевиктис Еспортс по предварительным оценкам очень многих. Ну и посмотрим, что же этот состав нам покажет. В принципе, игроков в средней линии много сильных. Легионеров понабрали. Они тянут свои команды вверх. Тот же Зойрен очень здоров. Что Зойрен, что Лукейзи, что Ник. Все эти легионеры новички. ЛЦЛ лиги конкретной. Не в целом, в СНГ сцене, конечно, не считая Ника. Но в ЛЦЛ они не играли. Дополняют и усиливают свои составы своим присутствием. Мы видим, что на красной стороне Воевиктисы все-таки Камилу банят. Обрати внимание, Ренгар Бан с левой стороны первый вообще за все игры, которые мы видим. Воевиктисы стомп наступил, они не знают, что банить. Потому что сломался. Тилт, тилт, можно не банить ничего. Да, сломалась стратегия. Но нужно, чтобы забанить. Они сейчас пытаются вспомнить, что в этой ситуации ты банишь на левой стороне. Потому что как бы... Чтобы заделать дыру. Да, да, да. Брежь. Джейс идет. Ну окей. И для Нави есть возможность взять Мальзахара на первый пик. Они это и делают. Ник вроде за Джейса же играл против Корки Зойренов. Было дело, было дело. Исходя из чего, чтобы они... Заманили просто первого... Не могу сказать, что это был такой Джейс, который требовал сегодня обязательного фокуса на него. То есть обычный такой, отыгравший мид Джейс. Если... Ну обычно в первых все-таки матчах стараются брать самых комфортных чемпионов. Да. Исходя из чего... Есть возможность забрать сейчас тоже бот свой. Есть возможность взять Лесника. Потому что Лесников здесь два уже в бане есть. Если у Даблэйма есть какой-то приоритет. У Гумбика очевидно нет. Он вчера играл на Элизе, вообще не парился. Вот так. Забирают Синдру для Лукези. Ну почему бы и нет. Мидеры в принципе сейчас в таком бановом тренде. Их достаточно сильно фокусируют. Синдра до сих пор сильна, несмотря на ослабление. Ослабление не такое уж и грандиозное. Просто сделали Даблэйма чуть-чуть слабее. И как, кстати, против нее Корки вообще стоит? Хорошо ли? Корки стоит против всех хорошо. Есть Корки, есть Кассиопия. Есть уйма вариантов для Ника. Это не та ситуация, в которой есть Арианта. Против Синдра он стоял вообще не очень. Исторически. Но не фактически, на мой взгляд. То есть там проблема начинается в том, что Корки вначале доминирует своего оппонента. Синдра не может его пробить. А с шестого уровня она начинает уже иметь возможность улына. И Корки обязан как АДшник играть агрессивно. Но против Синдра это тяжело делать. Потому что даже несмотря на то, что у Корки может быть изнурение. Расстояние то, с которого высвобожденная сила может быть дана, выше, чем изнурение. Исходя из чего, если Синдра правильно дает свое оглушение, то она как раз может управлять расстоянием. Эко, обрати внимание, который управляет не расстоянием, а временем в четвертом измерении. Хорошо, хоть не Зиллиан. Ну, ты знаешь, я очень часто вижу попытки... Кто лучше управляет временем? Зиллиан или Эко? Но Зиллиан может каждого отправить в прошлое. А Эко только себя. И Эко парень, который там пошатнул. А Зиллиан зато на кроссовках может кататься с огромной скоростью и обгонять Хикарима и Рамуса. Феорос, Зайра отправляются еще в раунд банов. Потому что нато с Винсера могут себе позволить как-то по Димонке сейчас поиграть. Димонка еще своего персонажа не взял. А с кэш это уже сделал. Но я вот насчет Эко на миде, да, это может быть еще топ-лейновый Эко, но очень вряд ли. Мы Эко часто видим попытки его взять как ассасина на мид, и его даже как именно мид АП персонажа чуть-чуть переделали в сторону, в эту. Но очень редко получается у игроков его так хорошо реализовать, и редко команды рискуют этим пиком. Но вот Ник решается, и посмотрим, как у него это сработает. Я думаю, все-таки Na'Vi действительно больше приоритизирует Майзахара на роль суппорта, на роль поддержки, чем на центральную линию. И действительно, может быть, мы увидим и Эко на миде. Интересно, Гумбик, который всегда играл на Лисине, Лисина же сейчас банит против Дабл Эйма. И при этом у нас банов в лес много, а первый топик в этой фазе выбора именно на стороне команды Вейвитис, которые забирают Ноктюрна, и вот оно как раз. Вот они, 10 банов, которые сейчас складываются в такую картинку. Правда, у Гумбика остается Элиза, которую вчера он играл. Орикса, Эвингар, Камила, Казикс и Лисин забанены. Лес — это вообще самая, наверное, всегда была очевидная роль. Правда, опять-таки, Олаф, Элиза. Ну, то есть, это не тот, знаешь, был в свое время лес. Помнишь, там был Лисин, Элиза и Велина. Вот был четвертый сезон, где было три лесника. Да, потом был лес, там, не знаю, Джарван, Лисин, там Вай какая-нибудь была. Джарван-Вай, Джарван-Вай, да, было. Даже без Лисина. Был лес, когда была там Сиджуани, еще какие-то танки были. Макай. Ну да, было вот по два-три танкового лесу. Ну и у Димонки есть всегда его луло. Макай и Канистры. О, это был такой, да, уже очень давний лес тоже. Это лес Занзары был. По-моему, Сиджуани все-таки. Мета Занзары. Сиджуани какие-то другие были все-таки лесники тогда вместе, когда вот она прям популярна. А Грагас был лесной, танковый этот. И вот третьего лесника, я не помню, которым вот прям три самых таких, а не Синдерхалк вот эти лесники, которых всех понерфили еще потом. Ну и Лулу забирается. Лулу Эш против Варус Мальзахар. Боты команд. Ну и Накцур. Тяжело, тяжело, тяжело Лулу Эш. Тяжело. Против Варуса Мальзахара. Гумбик берет, кстати, Олафа, как и его оппонент по вчерашней игре. По вчерашней игре, да. Но с другой стороны, опять-таки, Варусу очень тяжело становится жить, когда к тебе прилетает Нактюрн. А у тебя у противника Лулу, там контроль на контроле, контролем погоняет, и ты просто в секунду можешь умереть. С другой стороны, от Гумбика зависит здесь очень многое, потому что центральная линия — это линия разыгровок. Туда кто угодно может прийти, особенно с шестого. Нижняя линия — это линия разыгровок, хотя потому что любая линия с Ашой — это линия разыгровок, и если ты играешь за Ашу, ты должен разыгрывать, если против, ты должен контролировать разыгрыш соперника. Разыгрывку противника, да. Да, контрразыгрывать. Исходя из чего, как минимум, две линии будут очень активные, и именно от леса зависит эта игра, и именно от леса Гумбика зависит игра в большей мере, потому что всё-таки Ноктюрн — что Ноктюрн? Фармит шестой и улетит. Шестой и дальше, да. Есть на самом деле всякие там нестандартные вещи, потому что мало кто знает, как работает Ноктюрн. Вряд ли Ноктюрн пойдёт в лес Коллофу, это очень опасно. Вряд ли Ноктюрн будет делать какие-нибудь левел-3 ганки, это тоже маловероятно, если противник только сильно не ошибётся. Поэтому, скорее всего, Ноктюрн будет фармить, и от того, как Гумбик разыграет, придёт ли он к звенью в этот раз и сможет себя показать, от этого зависит как раз то самое. Но посмотрим, посмотрим, как ты думаешь, кто? Ты всё ещё готов ставить? Я думаю, что Na'Vi, конечно. Но как бы в моём прогнозе Na'Vi были пятые, а во Виккиса шестые. Что ж, друзья? Но по вчерашним играм можно сказать, что Na'Vi сильные, а во Виккиса непонятные. Ну вот, знаешь, как комментатор, такое, конечно, нельзя говорить. Вот как болельщик, я когда смотрю, когда моя любимая команда какая-нибудь, или интересная мне команда, когда вот она пикает эко, всё, я перестаю в это верить. Потому что я помню, был период, когда на чемпионате мира четвёртого или пятого сезона, когда эко только появился, и сначала им все играли в лесу через... А вот ещё был, кстати, Синдер Халк лесник один, потрясающий, эко. Его тогда порезали в лесу, на нём Лазани ещё на московских финалах играл в составе дельфинов. Очень здорово, кстати говоря. Классный был лесник эко. А потом на чемпионате мира каждый, кто брал эко, а его брали почему-то китайцы и некоторые ещё игроки из разных регионов. Вот все они проигрывали. И у меня в голове с тех пор, что все, кто берут так эко, они всегда проигрывают. Кстати, Анхоли играет на эш с длинным мечом. Это интересно. Это может быть быстрый боевой молот Колфилда. И, например, ранний пихитель сущности. Это странный выбор. Интересно будет, если Анхоли сможет это реализовать и... А тут реализация длинного меча заключается в том, что ты просто фармишь, вообще никогда не дерёшься, потому что у тебя здоровья-то не хватает, чтобы любые драки принимать. Не, ну у тебя три поточки вначале с другой стороны. И наоборот, ты можешь подраться. Один раз, но хорошо. Ну а вообще максимальная в этом плане жадность это взять длинный меч и зельница. Это вообще, это прям супер нагло. И на боте так играть... Когда ты видишь там, особенно когда ты игрок поддержки, когда ты такое видишь ураженный стрелок... Нет, супер нагло это брать кул на первом леводе. Но это совсем плохо. Да, зелье и длинный меч это хорошо. Это тоже плохо, да. Особенно если противник понимает, как это обыгрывать, как с этим справляться. Пока проводят трейды команды. И... В принципе, что можно сказать, Миша? Тут Ник играет по лукейзе на втором уровне, много урона по нему наносит. У Синдры есть изнурение. Они не юзают в любом случае свои заклинания призывателя. Ник агрессивно со второго уровня начинает въезжать в оппонента. У него фляжка и у него телепорт. Я думаю, что на очень многих персонажах, с которыми ты так играешь, там Диана какая-нибудь, которая сейчас вообще не популярна, ЭКО. Ты можешь в ранней стадии просто так поиграть, сделать обратный телепорт. У противника будет как раз ситуация даже возможно хуже, чем у тебя. На верхней линии два танка, и к ним можно заходить. Особенно Олафа и Ноктюрна. Они могут пробивать всех оппонентов. Смотри, что здесь делает Гумба. Эта ситуация опасная. У него будет неполное здоровье. Ай-яй-яй, его видно, видно, видно. И у него нет топора. У него нет топора. Он не поднял свой топор, поэтому... И сейчас он его опять поднять не сможет. Забирает вражеское красное усиление и уходит сейчас Гумбик. Это было красиво и опять нагло. Как и вчера писал стажер у себя в группе. Играет на грани, играет нагло, но у него все получается. И... У Гумба нет выбора. Ему в такой команде, с такими игроками надо играть нагло. Потому что как бы не прокнет, но... Извините, а если прокнет, то он еще и там в команде останется и... Все такое. Что? Мне кажется... Гумбик потом сезона на бумаге, очевидно, отставал от всех своих мейтов. А, в этом плане. Ты имеешь в виду, что ему надо доказывать намного больше... Ему надо доказывать, что он стоит на уровне. Потому что если он будет играть нагло и это прокнет, тогда он как бы на уровне и все в порядке. Если он будет просто полезен, а у него сильная команда, которая будет показывать результаты, то это тоже сработает. На самом деле в этом нет ничего. То есть по-разному, мне кажется, можно играть. И наглые способы отыгрыша. Миракл был полезен. Навио кикнули все равно. Ну, это все-таки команда, которая ставила другие цели. И там как раз ты должен был так играть, наверное, чтобы эта команда тебя оставила. А в случае Навио, которые перед началом сезона, я сомневаюсь, что даже сами перед собой... Ох, тут Ник. Вот как раз, да, с телепорта возвращается и начинает играть намного агрессивнее. Правда, это не сильно улучшает положение. По крепам немножко отстанавливает. Да, да, вот это проблема. Но это Аяка, который, причем, который не позволил себя впушить, который сам пытается впушить, за счет чего постоянно теряет рейнджи, в первую очередь, по-моему. Да, Лукези фармит хорошо. Это видно даже по сравнению с другими линиями по фарму, потому что у него самый высокий фарм. Исходя из чего, он делает упор на фарм и отвечает на агрессию Ника своими костами. Я помню, на днях я видел на Реддите пост на тему того, что какой-то из мидеров за первые 15 минут пропустил одного миньона на линии или что-то такое. Ну, то есть за все 15 минут. То есть сейчас стандарты постоянно растут до того, пока не будет все идеально. Но идеально на всех линиях и на всех... Опаньки! Опаньки! Это что вообще такое? Но это Солеси и Звени. Это Солеси и Звени. Звени второй день просто берет и уничтожает своего соперника по линии. С помощью или лесника, или сам. Но он это делает. Как? Почему? Это останется, к сожалению, загадкой. Солеси игрок-новичок в ОЦЛе. И тяжело Солеси справиться, в принципе, с давлением, которое оказывается на него видимое. Потому что, ну, погибнуть в дуэли танков один на один... Ой, 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 Лукези! Решил изнурение не тратить, хотя была очень близкая ситуация. Ну, он контролировал процесс. Окей, окей, окей. Сейчас дабл-эйм на медиу. Вот Ник играет, получает изнурение, возвращается обратно с ульты. Выбил из противника два заклинания призывателя. Сам потратил одно. О, Лукези с линии согнал. А здесь Гумба. Гумба появляется, включает призрака. Лукези подбрасывает Гумбека. Гумбек сейчас умрет, скорее всего. И... Дабл-эйм забирает это убийство. Как решил Олаф на четвертом уровне так нагло играть? Здесь топор, конечно, не совсем в цель полетел. А это неважно. На самом деле, я думал, что у него шестой есть. А если у тебя шестого нет, ты, в принципе, не имеешь права такие вещи выворачивать. Там четвертый вообще. Да, там вообще и близко не то. Там четвертый, и ты... Надо было... Знаешь, сердечко начинает стучать, когда ты думаешь, сейчас я смогу сыграть, и ты фейлишь, и все фейлится. Да, да, да. И ты понимаешь, что ты, знаешь, что ты из серии там... Что выглядел так глупо только что, на самом деле. Плей из уровня, там, знаешь, 22 уровня твоего аккаунта. Когда ты вбегаешь под вышку, промахиваешь топором, да, очень неудачно. Не повезло Гумбеку. Ой-ой-ой, дабл-эйм на боте просто приезжает, вычищает скэша, убивает Эмиракла, оформляет дабл-кил, но отлично оформляет дабл-кил для себя. И, кстати, можно и потыкать по башне вообще, если сейчас было бы. У них другая задача, это же лонгсвордаша, поэтому нужно за предметом бэкнуться, чтобы реализовать то, что было куплено на старте. Но, тем временем, Ник ставит хороший очень купол, Лукейзи стан не получит. Да, слишком поздно входит Ник в свой же купол. Ну, здесь Индра, скорее, понимала, на что Ник рассчитывает, и просто отбросила его. Сейчас у Вейвикти все получается здорово, и, кстати говоря, скэш допустил ошибку серьезную, он не прожал изнурение, он не прожал скачок, он просто умер мгновенно, за счет чего подставил Эмиракла. Но я не думаю, что это тот повтор, который Гумбек хотел бы видеть. Гумбек явно его не хотел видеть. Но с топором бы, наверное, забирал Синдру, он, кстати, все равно мог бы и умереть. Синдра получила дополнительные 5% здоровья Эманы после убийства Гумбека как раз, и Гумбек сильно отстает, пятый уровень. Соло лейнеры седьмые уже. Анхолия и Димонка по фарму не слишком сильно опережают бот Нави, несмотря на то, что Нави потеряли полный пак миньонов. И они не опережают. В принципе, хотелось бы отметить в первую очередь, самое значимое, то, что сейчас есть в этой игре, не самое зрелищное, но самое значимое, это топ, конечно. Потому что дуэль танков, в которой один игрок погибает другому, это что-то нестандартное, скажем так. Причем там смерть, знаешь, не из серии, что у одного остается 5% хп, и видно, что они там тыкались до последнего. Он просто не смог с Олеси линию правильно поставить. Да, да, да. И он настолько не смог ее простоять, что Звенье его убил. Там на каких? На четвертом, пятом уровне, да, это произошло? Или это был шестой уровень? На четвертом. Ну, да, это плохо. Так быть не должно, безусловно. И Звенье может свои доминации на топе вообще игру тут перевернуть, потому что он ведет 22 крипа, у него есть убийство. А на другой части карты, ну, Актюрн опасен, но игра-то не проиграна совершенно. Просто преимущество есть у Вейвиктис небольшое. Но, опять-таки... Нет, у Вейвиктисов есть преимущество, и как раз-таки топ-лайн у Нави это то, что может нивелировать это преимущество. Ну, я просто к тому, что эта игра не настолько в пользу Вейвиктис, как могло бы показаться, потому что кажется, что сейчас все плей Вейвиктисов удачные, а у Нави все не получается. На самом деле фарм ровный и на миде, и на боте, и даже в лесу. И на топе плюс 27 уже. А на топе плюс 27, да. Плюс 28, да. Ну и на Утилус вообще, кстати, Звени фармит на топере, который убил, бэкнулся, вернулся и не потратил телепорт. Он фармит 86 за 9.30, и это высокий показатель для топ-лейна. Это больше всего миньонов на карте. Наравне с Индрой. И когда у тебя... Я знал, Миша, что ты пунктуально отметишь такой микромомент. Какой? Наравне с Индрой. Это значит, я получал 4 с минусом. Ты хочешь сказать, что из меня бы вышел неплохой учитель мультиматики какой-нибудь начальный класс? По Мироклу играет, Мироклу. О, хорошо. А хотя Нави готовы на контр сейчас ганки, и по Даблэйму играют два телепорта. А там-то на телепорте на Утилус сейчас будет. Скорее, здесь стоит крабы. Анхоли не стой в крабах. Это так опасно. Солеси оказывается. А тут еще и Никс телепорта приходит, и Нави переигрывают. Нави ждали, Нави понимали, и они эту ситуацию разыгрывают лучше. Однако всего лишь 2 в 1, и это не так уж и грандиозно. Но это ульта Ноктюрная. Это очень важно. Это два телепорта на один. Но Синдра ничего не сделает за это. Она только дошла до миды сейчас. Она допушит пачку одну. Раньше, что примечательно, делал телепорта свой как раз-таки Наутилус, он стал первым. И после этого вторым телепорт за Наутилусом дал. А, это был вообще Ник. Нет-нет-нет, Ник был первым. Самым первым, да. И они почти одновременно со звенья прилетели. И тем сложнее Ваевиктисам было оценить степень проблемы. Потому что два телепорта, они могли реально не увидеть, Наутилус стоял на реке. То есть давал он телепорт или нет, было неочевидно. Нет, с одним телепортом Ваевиктисы спокойно вывозили эту драку. Ну или вровень разменивались там, или что-то типа. Да, там было бы 1 в 1, скорее всего. Потому что... Нави выходит вперед по золоту, Наутилус становится 1-0-1. На топе, кстати говоря, по-моему, для Маука этот телепорт не был таким фатальным, потому что линию он отпушил. Но звенья сейчас еще сильнее вперед продолжает выходить. Ник. Лукейзи должен сейчас за счет своих миньонов стараться доминировать линию, потому что иначе будут большие проблемы, если он даст Нику еще возможности разыгровки в общем на карте. Очень, кстати, здорово то, что на боте у Нави Мальзахар имеет какой-то фарм. О, не фарм, прощу прощения, а киллы, да, как раз. Потому что Мальзахар, это как раз может стать тот постоянный магический урон, который Эко не всегда может дать, потому что Эко все-таки пытается насесть на одну цель, и не всегда у него есть время на то, чтобы танками заниматься. Он там до Аши пытается добраться или до Синдры какой-нибудь. И Мальзахар с Кэша может в этом плане очень сильно помочь. Проседать начинает потихонечку. Стрела опять. По КСу, центральная линия. Опять ульта Ноктюрна, неудачная для Виктис. Здесь вообще все было неудачно. Две ульты молоко. Да, да, да. А Дублейм не полетел, потому что они... Потому что стрела не попала, и куда лететь под вышку без стрелы. Ну да. Просто они могли уже отчаянно попробовать сыграть, потому что все-таки Флэши у всех были. Ну а с Олеси... Решили не играть, опасаясь, я думаю, контрганга. Потому что если без стрелы на КСу летит, и Ола встретит его топором, там уже один в ноль будет минимум. Плюс 40 на топе почти. И плюс 1300 за 12 минут. То есть в среднем по 100 золота... Да, звенья, конечно. По 100 золота каждую минуту звенья обыгрывает на топе. Я просто боюсь представить, что нас ждет в показательных статистике звенья за первую неделю. Потому что там разница миньонов на десятый. О, Димон, на боте поймали. Скэш даже без флэша сыграл. Мирокал, мне кажется, стрелу первый дал. А, наверное, да. Здесь тем временем Ник дуэлится с Дабл Эймом. У Ника, по-моему, нет маны на ульт, но есть флэш. С флэша Дабл Эйм... Добивает плохо! Вау! А я не думал, что он добил. Я тоже не думал. Но Дабл Эйм знает об этом персонаже кое-что. Здесь гумба. Ну, баланс просто спеллов знает, сколько они урона наносят. Скэш был готов, но Скэша не было ульты, поэтому... У Дабл Эйма тем временем уже пять убийств. Факт. Это сильный Ноктюрн. Но опять-таки, когда ты прилетаешь, тебя встречают там в объятии в свои Наутилусы в Ильзахар, тебе придется непросто. Пять-пять счет. Нави ведут. Но ведут немного. Ведут за счет Наутилуса по золоту. В первую очередь, ведь если бы он не вел 40 крипов на топе, то преимущество не было бы таким большим. И, кстати говоря, сейчас у Скэша есть флэш. Он может сыграть все еще по кому-то на бою ВВ Иктис. Дабл Эйм пытается исправить ситуацию на топе. Урона очень много. Звени тратит свой скачок. Сразу же за ним вместе идет Солеси. И Звени, кстати, много урона нанес. Продолжает жить. Сможет ли как-то зацепиться? Нет. Очень много урона у Дабл Эйма, а у Звени, ну, слишком... Да, брони совершенно нет. Ну, кстати, это размен сейчас будет морского дракона на башню на топе. Хотя телепорт есть через 15 секунд, по идее, не успевает, да, сюда Звени? Или успевает, как ты считаешь, Юрий? Звени не успевает. Окей. Потому что у Дабл Эйма слишком много предметов. Дракон падает. И, действительно, Дабл Эйм спокойно забирает первую башню, тем самым выводя Ваевик из Еспортс вперед по золоту на 600. Полтора тысячи сработали. Ник появляется на топе. Здесь можно дальше доиграть, потому что подходят Звени. Дабл Эйм отдает сейчас шатдаун. Ник чуть не умирает от него. У Ника есть... А, ульта! Тачанка! Тачанка вейв. Добила. А тем временем Звени-то надо понимать, что Синдер неподалеку. Но у Звени есть облачение духов, и он доживет, пока Олаф сюда добежит. Поэтому здесь Ваевиктисом надо отступать, а Звени нужно чейзить дальше. У него очень много с сопротивлением магии. Это абсолютно легчайшая драка сейчас для Звени. У Лукези проблем тоже не будет, но это может быть башня на топе Т1. Учитывая то, что сейчас ботлайн остался в 2 на 2, там может пойти инициация, ведь есть и стрелы у обоих АДшников. Но Лин Луну, мне кажется, не должна выигрывать против Мальзахара. Нет на таких уровнях. Тем временем по Лукези играют Сагнарёк, Гумба. Здесь телепорт от Ника пришел. Манны нет, Манны нет. Лукези, Дарк, Салеси. Салеси, я видел, мэйд. Гет рэг, мэйд. Гет рэг, бадди. Холоднокровно очень Салеси бэкклс и прям перед тем, как и бывает. Ну, он, конечно, не мог ничего сделать. У него Манны не было, он не мог помочь. Но то, что он даже не отходил, а просто продолжал рекорд, было очень забавно. Салеси не сыграл как Ива в этой ситуации, а сыграл как Дуб такой, не очень гибко, скажу. Нет, там не Ива, а Рябина. Ну, Ива, знаешь, они гибко, я думал, ты про песни, что стоишь, качаюсь. А, в этом плане может быть. Там Рябина и Дуб. У меня флористическая мама перед сном пела. Да? Да. Окей. Детский. У меня флористические ассоциации, у тебя песен, и это нормально. А тем временем, Варус уже с КСС-ом появляется, готов проторемень у Эка, но Анаутилус с облачением духов продолжает оставаться. Похидели сущности и есть у Анхоли, а как бы у Мира Клаймоненза то есть КСС. То есть, что лучше, это такое вопрос. Ну, скажем так, с точки зрения драки, в которой ты можешь выдать урон, лучше, конечно, у Анхоли. С точки зрения того, что тебе ваншот, или ты не дал ни одной автоатаки в драке, лучше КСС. Мне очень нравится вести с Михаилом диалоги, которые ведутся по принципу, знаете, как, ну, как бы, что лучше, белое или черное? Ну, если вы любите светлое, тогда белое, а если вы любите темное, тогда черное. Спасибо за консультацию, она была профессиональной. Хорошо. С одной стороны, лучше белое, а тем лучше. Тем временем, Ноктюрн прилетает на бот, и Миркл проживает идеально, КСС разворачивается по Дабл Эйму, дальше Дабл Эйм очень сильно просел, с кэш крабами своими отгоняет Дабл Эйм, еле живой остается, гонится за ним, Олов подходит сюда Синдра, Гомбо играет до конца, собирает Ноктюрн, а теперь пытается выйти сам. Сколько контроля было потрачено, Гомбо еле живой, Гомбо подхиливает, Гомбо выживает, Гомбо выживает, Анхоли умирает, прекрасно разыграли Нави, появляется Ник, Лукези и Димонка, могут не уйти, дальше сейчас идет польский мидер, с кэш здесь, минус Лукези, будут ли играть по Димонке? Будут, Ник идет вперед, Ник забирает Димонку, и у него все еще есть ульта, вот, друзья, ценность КСС, которую собирает здесь Варус. Да, и вот ценность Миракла, которого Наби подобрали, я просто теперь, ну, в общем, я сейчас с ума сойду, мне, короче, нравится Миракл, он очень крут, я всегда об этом говорил, я даже не всегда был уверен, что его замена была хорошим решением, Миракл, красавчик, царь, просто тащила нереально, верзила, огромный. Он сыграл здесь просто прекрасно, он очень четко среагировал, КСС моментально прожал, разогнулся стрела, пошла, тут же станы кидаются, вообще просто супер, и все, и Гумбик зашел, забрал, подхилил Миракл Гумбика, на лоу ХП, лесник Нави вышел, и Ник вышел, вторым, а Лукейзи первым, но так хорошо разыграла тройка Нави, что даже то, что вышел Лукейзи первым, не помогло Вейвикте. Я бы никогда в жизни не поверил, что я это скажу, но мне нравится, как играет этот состав, больше, чем состав Лазаньи. По первым двум играм, то, как они исполняют, то, как они группятся, то, как они коллективно действуют, насколько они пытаются поддержать друг друга, мы раз за разом видим, как стратегии Нави работают, именно собрались вчетвером, собрались пятером, прибежали, разыграли. Ну и тем временем, сияние появляется уже у Ника, он пытается выйти на грозу лечей, берст урона у него будет больше, откат перезарядки тоже, вылетает сейчас за скэшом, дабл эйм, скэша принимают, первый килл зарабатывают воевиктисы, и это не дабл эйм. И Нави пытаются здесь что-то придумать, давненько не подключался никуда с Вене, а Ник-то сбоку, но на этом движуха от Нави прекращается. Ник не получает так много урона от Синдры, а воевиктисам надо сейчас дефить свою вышку, в принципе, это не сильно трудно, потому что они забрали одного своего оппонента, чуть-чуть они сократили отставание свое, но это только убийство, только убийство, это убийство и защита центральной вышки. Да. И возможность дать Синдре пофармить сайдлейн в этот момент. Что, безусловно, приятно. 8600 на 7200 в лесу у воевиктис, то есть вы можете представить, что на остальных линиях отставание, конечно, очень серьезное сейчас получается, потому что только лесник воевиктис обладает золотом и необходимыми предметами, чтобы сейчас врываться, чтобы кого-то убивать, но занкованности у него еще нет. Нет, в принципе, у Синдры неплохой фарм тоже, она тоже может урон наносить, потому что она остается всего там на 300 золота, ну, на АД уже чуть больше отставания, но как же Миракл. Играет, как же он фармит, как же все хорошо у Нави именно на боте. Причем, ты знаешь, они, несмотря на то, что начали-то эту игру, они ужасны, потому что Ноктюрн просто взял, прилетел на бот, забрал в соло 2 килла, и после этого Нави один раз поймали на контрганке противника, второй раз разыграли с пониманием того, что противник, что он делает и как на это нужно отвечать, разыграли очень четко, и пока что именно с точки зрения, как Нави думают об этой игре, а не только как они исполняют, это очень хорошее... Я не хочу, друзья, вам надоедать, но хочу объяснить чуть позже. У Ника есть ульта, он пытается выйти, кто-то его здесь закрывает или нет, никто его не закрывает. Стрела может попробовать, но... Ать, мимо стрела идет. А, это еще один дракон для Натус Винцера. Теперь горный тоже есть, коричневый, любимый дракон Даймонд Прокса, синий и коричневый. 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 Я хотя бы объяснился, пока есть. Тем временем Солеса поймали, подцефили. Очень большие проблемы могут быть сейчас у команды Вайвиктис, но с кэша взрывает Синдра и уже сами Вайвиктисы разворачиваются. Здесь НИИК. Звенье, конечно, долго может танковать, но появляется Дабл Эйм. Но он танковать может. По двоим стан заходит Звенье, но умирает тоже, и Вайвиктису прекрасную драку. Сами проводят. Миракл стрелой дотягивается до Дабл Эйма и принимает его. А, Экота без ульты, кстати говоря, он здесь многого сделать не сможет. Но вышку так тоже долго Солесе танковать не сможет. Ну и в итоге отступают Вайвиктисы. Опять размен по убийствам. И пока у нас появляется полминутный перерыв, я хотел бы объясниться в четвертый раз. Вроде как, когда напали на Миракл, дали стрелу, он ничего особенного не сделал. Он просто дал QSS инстантно и после этого дал свою стрелу. Но как же стабильно должен играть игрок, на который можно положиться, который вовремя всегда с QSS развернется и все сделает хладнокровно. Кстати, Лукейзи прекрасно сыграл в этой драке. Он подошел, вырезал из драки Мальзахара, который по факту обладает самым большим возможным уроном в таких близких командных сражениях сейчас. Не дав ему возможность дать изнурение. Да. Но здесь на самом деле Лукейзи просто сыграл не очень обычно. И на самом деле это ошибка с QSS, что он ситуацию не дочитал до конца. Но Лукейзи сыграл очень круто. Тем временем идет паранойя от Даблэйма. Ник использует ульту. А рядом-то Олаф. Сможет ли Ник сейчас с подключением Олафа что-то придумать? Ник пытается закрыть. И уже у Даблэйма могут быть проблемы. Уворачивается от топора. Отфлэшивается Ник, Даблэйма продолжает. Играет с флэша с Кэш. Очень позднее изнурение. Сам Гумба подставляется. У Нави начинается сумбур. Гумба не уйдет. Еще два убийства для Вейвиктис. Здесь очень плохо сыграл Гумба. Он совершенно не разобрался, как он должен помочь своему миде. С Кэш зачем-то с пассивкой доджил стрелу все равно. Но это знаешь такая есть. Ну максимальный отрагрыш. Скажем да. Это максимальный отрагрыш не потому, что он хочет выпендриться, а потому что он на рефлексах доджит, забывая о том, что он вообще защищен. Если не можешь с доджить пассивкой, не сможешь и без пассивки, и тебя это подвидит. Вейвиктисы начинают делать барона на Шора. Есть Варус, Мальзахар и Наутилус жив. Опасно, очень опасно. Капу танковать. Пошла ульта от Наутилуса. Могут быть проблемы у Вейвиктис. Даблэйма поймали. Даблэйм пытается добить. Но там у барона очень много здоровья. Вейвиктис находится в очень неприятном положении. Не продолжает барона танковать. Анхоли на лоу хп остается. Но все-таки должны барона сделать. Нави отпускают его, продав с Кэша. И Вейвиктис все пять человек этой команды сейчас обладают дланью барона. Очень трудная была защита барона втроем. Вот Лукейзи нагло играет. Как нагло играет сейчас. Идет мимо Варуса, идет мимо Наутилуса. Без заклинаний призывателя. И по-моему, сейчас это ему может жизни-то и стоить. Нет, Ноктюрн уже здесь. И Лукейзи играл на грани. Выиграл время. Защитил башню первого уровня. Не успевают Нави Т1 все-таки запушить. У Лукейзи появляется Маска Леандри. И врывается Доблэйм. По Мираклу играет. Миракл все еще есть заклинание призывателя. Доблэйм переагрессивничал. И Нави сейчас его принимают. А терять сейчас своего нафиженного лесника не имеют права Вейвиктис Еспортс. Размен 1-0. Вейвиктисы ошиблись. Хоть и Мерин Нашора не подождал Доблэйм всех своих мейтов. Чтобы драку заинициировать 5 на 5. Позиция была не очень. И Миракл отлично подстрельфился опять назад. Доблэйм не рассчитал своего урона. Причем Миракл сейчас сохранил все, что у него было. КСС и скачок. И исцеление у него остались. Вейвиктис вырываются вперед по золу. У него не было исцеления тогда. Но скачок он сохранил. И КСС сохранил. Что важно. Сейчас не очень хорошее положение для мидера Нави. Потому что предметы у него не самые впечатляющие. Но обрати внимание. Леандри стала пользоваться какой-то очень необычной популярностью среди мидеров. А дело в том, что просто нечего собирать вторым предметом. Раньше собирали Релай. Релай понерфили. Рободон очень дорогой сейчас. Чтобы его собирать. Рободон был всегда дорогой. Его собирает только Фейкер, который фармит 250 за 20. Но у него... Но раньше он не всегда был такой дорогой, как сейчас. Раньше он стоил все-таки когда-то давно 3200, по-моему, да? Ну, когда-то давно, да. Ну, вот. Может быть, год назад. Ну, когда его как раз там всегда были. Граль, Рободон, Вейтстав. Это была классика. Либо Граль, Рободон, Джонни. Если против тебя Адешник на миде стоит. Ну, и Виктисы еще башню подобрали. Ноктюрн на миде продолжает. Если против тебя Адешник, там было Морелла, Джонни. Там было даже... Там было, знаешь, как... Там была капля Морелла, Сераф. Или капля... Капля Сикер с Джонни, по-моему, Рободон. Как-то такие были разные. Ариану даже каплю тарили. Сейчас же зловиков собирать на многих мидерах боятся. Джонни – это предмет, который собирается только если она очень нужна. Потому что она очень неэффективна по золу. По Солеси играет сейчас с кэш. Много урона проходит. Ноктюрн прилетает по скашу играть. При этом Доблэй много урона получает. Появляется Ник. Ник очень много урона сам нанес по Анхоле. Солеси могут забрать. Ник вышел из драки. Нави продолжают идти. Убивают на Маукая. Почти забирают Димонку. Лукези разворачивает драку. Попытается сейчас что-то сделать. И у него получается. Там отличная стрела была от Миракла. Звенья нужно отступать. Лукези слишком силенно его подцепили. Даблкил он оформил. Сможет ли забрать кого-то еще? Нет! Его убивают Нави. Звенья отступает. И Анхоле с Димонкой последние. Кто остались здесь в живых. Они башню сейчас примут. Звенья здесь. Размен 3 в 3. Интенсивая игра. Вот что значит Клоус Гейминг, друзья. Звенья. Очень опасно играет. Не стал с флэша въезжать по Анхоле. У которого исцеление почти есть. Но почти не лечит тебя. Лечит время. Ну вот ЭКО доказывает это раз за разом. Опять Дабл Эйм, кстати. Но не тот Ноктюрн, который... Изнурение прекрасное по Дабл Эйму было. Он не добил с кэша, исходя из этого. И с кэш еще раз кастовался. По чуть-чуть. Впоследствии. Сколько урона Лукези за эту драку. И контроля нанес. Да, Лукези вот этот стан был просто царский. Если бы еще и Анхоле подсыграл, то там минус 5 было бы. Лукези дотерпел столько, сколько нужно. А потом, правда, переагрессивничал. И Анхоле также не смог по миру кул дать свои косты. Не было заклинаний призывателя. Не смог он его добить. Появляется еще один дракон морской. Один есть уже у команды Нави в активе. И Нави зачищают тотемы вокруг барона. Стоит двигаться в нижнюю часть реки. Но, видимо, Нави просто отдают этого морского дракона. Собирают его воевиктисы. 2-1 по драконам. Несмотря на то, что Нави забрали всего одну вышку, они по золоту почти идут в ровень. Чуть-чуть воевиктисы ведут. Очень здорово воевиктис работает по защите своих башен. Потому что Маукай, который очень сильно проиграл на топе линию, все равно защитил свою башню. Чего не сделал, кстати говоря, Наутилус. И на миде Лукейзи раз за разом продолжает башню защищать. И у него сейчас предметы просто потрясающие абсолютно. И если сравнивать, в принципе, по предметам, то уже даже Наутилус и не ведет у Солеси. Потому что у одного броня, у другого щиток. Ну, а скейлинг, по-моему, все-таки у Маукая чуть помощнее в лейт идет. Хотя, опять-таки, с Колоссом это всегда сложно насчет Наутилуса. Пока ему Колосс не собьешь, он урона наносит своим щитом очень много. Как только сбиваешь, этот персонаж становится сильней. На 100 золота опережает всего лишь Двиния. Хотя казалось, что он выигрывает топ очень сильно. Представь, что было бы, если бы он не выигрывал так топ еще. Было бы все очень плохо. Очень плохо все было бы. Если бы Маукай танковал, как вчера. Ну, типа того. И Маукай давит дальше бот, на котором нет Т2, наверное. Линия, может быть, не самая приоритетная, чтобы на ней сплитпушить. Но на другой эко под прикрытием Олафа и Солеси просто решает до Т3. Эту волну догнать. Скоро барон через минуту 30. Лукейзи выходит через взрывную шишку. А, кстати, у Даблэйма самое большое, по-моему, количество смертей и в этой игре, и вообще пока в этом сезоне 7. И убийств. Не выглядит так, как будто бы это 7 будет финальным количеством смертей в этой игре для него. Ну, а что ему делать, если счет 12-7, у него 7 убийств. Надо врываться, умирать. Если он не будет умирать, то кто будет умирать? Все остальные. Сейчас, по-моему, не совсем очевидный логический вывод. Нет, это он очень логический как раз. Если у тебя больше всего смертей, надо врываться, чтобы умирать дальше, чтобы у него... Нет, если у тебя больше всего убийств. Счет 12-7, у него 7 убийств. Окей. Поэтому он в любом случае должен играть не на уровне, просто... Ага, заварилась драка, сейчас я как-то туда прыгну как-нибудь удачно. Он, наоборот, Ре, полетел вперед, и после этого уже разыгровка идет. Ре, это нота, по-моему. Ладно, Тинебаб забирает улоги. Юра. Давай, счет 16-16, 2500 преимущества пользу Воевиктис. Юра просто очень странно смотрит на меня последние 30 секунд. 2000 Воевиктисы не спешат идти на объекты. Они забрали все внешние вышки. Они забрали Т2 на нижней линии. И сейчас они ищут, вокруг какого объекта все-таки им можно сыграть. У Нашоры играть опасно, не такое уж и большое у них преимущество. Можно со стрелой попробовать кого-то найти, но есть QSS у Миракла, есть песочные часы с Жони у Ника. И есть ульта у Ника, более того. Это более сильный инструмент, потому что в Жоне ты перестоишь, тебя все догонят и убьют. А ультой ты просто в другую часть карты можешь отправиться вообще. Ну и, кстати говоря, у Скиша все, наверное, не так радужно, как было в начале игры, как все шло в начале игры. Потому что только Леандри за 30 с лишним минут у него появилась. В то время как у Димонки уже и Сайдстоун полноценный, да, видящий камень рубиновый, и Салари, и Искупление готовы. Танков будет бить такая синдра уже супер сильно. Кстати, Гумбик захватил вместе с командой со своей обзор на бароне с помощью Краба. Воевиктис совершенно... Вот это, кстати, фирменный знак Воевиктис. Начинаешь выигрывать игру, переставай делать что-либо на карте. Жди, пока противник сам подставится и умрет. Если не подставляется, не умирает. Не знаешь, что делать. Не, ну сложно говорить о чем-то фирменном Воевиктисе, когда у них в прошлом сезоне играл один игрок в этом составе. Да, безусловно. Но, знаешь, тенденции сохраняются определенные. Все-таки, если Double Aim был шотколером в прошлом сезоне и остался в этом, то что-то могло сохраниться. На топ мало ходил, наверное. В прошлом сезоне. По-моему, достаточно. Он просто топпер деревянный был какой-то немножко. Ну, сейчас мало что поменялось, учитывая, что Макай на топе стал. Можно ли так сказать, пошла ульта от Ноктюрна. Здесь Ник загулял. Ульта от него неудачная Жоня. Телепорт от Звеня. Смогут ли что-то придумать? Телепорт. А, Звеня, да, Звеня, все правильно. И... И... Игут сюда Варос и Мальзахар. Если сейчас заиграются воевикисы, их могут и закрыть. Синдра и Луну бегут на Барона, на Шора. С кэш почти здесь. Сейчас Нави надо принимать очень непростое решение. Там втроем. А есть ли кому танковать? Ааа, вот так. Маукай будет танковать. Это Барон. Это Барон. Ник сейчас своим сплит-пушем стоил команде Барона. И, в принципе, обошелся дорого. Но это вообще, кстати, странно, что до этого воевикисы это не использовали. Потому что Ноктюрн против Эко мог бы себя проявить. Гумбек, Гумбек, Гумбек. Гумбек. Тут подходит с кэш. По Лукейзи пытается сыграть. Миракл стреляет. Лукейзи еле живой под щитом Лулу. Димонка может отъехать. Димонка умирает. Нави пытаются развернуть эту игру в ситуации, когда казалось, что все совсем плохо. Появляется Дабл-А. Миракл. Миракл не должен. Хотя КУСС, нет, не спас его. Может, кстати, попробовать кого-то еще забрать. Там скоро телепорт от Ника. Скоро телепорт от Ника. Не забывайте об этом. Нави-то точно не забудут. Дабл-А. Сейчас ему нельзя переагрессивничать. Да, и Нави все понимали. Сбили с двоих барон баф. Это очень хорошо. Могли бы лучше подраться. Вначале неплохо Гумбек влетел. Но он не должен был отходить назад. Он должен был просто драться. И когда он рискнулся, нужно было все-таки, конечно, доигрывать по Лукейзи. То есть Миракл не все автоатаки дал по Лукейзи, когда мог. Потому что он не понял еще, что его саппорт сейчас законтролит Тиндру. Ну и, конечно, появление Ноктюрна было слишком нечестным. А Дестаймер у Эка был тоже слишком длинным. Размен в плюс Веевиктисом в любом случае. Сыграли очень здорово. Исходя из чего они начинают вести одно убийство. Забирают второго для себя дракона. Плюс у них еще есть барон баф. Тысяча здоровья у дракона. Сто процентный он для команды Веевиктис. Счет становится 2-2. Коричневый и синий у обеих команд. Тем временем ульта Ноктюрна. И эта ульта Ноктюрна никуда не полетела. А, с кэшу, по-моему, сбили пассивку с помощью ульта Эш. Даблэйма поймали. Даблэйма проблемы. Подбрасывают. Ник здесь. Принвежу не принимает ульт Синдры. Ник. Тут появляется Гумба. Даблэйм еле живой. Ник умирает. Лукейзи сейчас тоже заберут. Нами разворачивает эту игру. Гумба проводит дуэль с Анхоли. С Анхоли, которую может проиграть и проигрывает. В итоге ее здесь Димонка и Анхоли не могут подойти. С Олеси долго танкует. С Олеси много танкует. Что там есть еще у Миракла? У него не особо что-либо есть вообще. Но стрела может Анхоли добить. Надо быть осторожным. Он убивает все-таки Эш. Прекрасно сейчас дотянулся. Миракл увидел в драке то, что далеко не каждому можно было бы сделать и увидеть со стороны. Ну а Звенья отступает. С Олеси начинает вести. О, а здесь-то большие пакеты. Миньонов-то куча, а подойти сложно очень Звенья. У него есть еще Ангел-Хранитель. И Юра опять может спеть песню про беспризорников. Но тем временем Звенья зачищает этих миньонов. Превращается в Белку, но эта Белка... Защищает, защищает, да не очень-то. И вот так вот Димонку поцепляет. Димонка! Есть у него изнурение еще, по-моему. Но Звенья уже мана не особо. Ну, да. Ну, хватит ли? Нет, отпускаем. Ну, 80 мана не хватает. Обидно. Димонка выходит. В итоге счет 23-21. Вейвики свой барон-баф реализовали в виде только одной башни Т3. Не так плохо, учитывая то, что они провели два очень близких сражения, где могли проиграть. Если бы Ник успел, по-моему, ультануть здесь после Жони, да, все было бы намного лучше. Потому что он, по-моему, не успел это сделать. Вот там просто... Он прыгнул в сферу Синдрю. Он прыгнул в прикастованную сферу, которая давалась не в него. Бывает. Но и там погиб, да. Вот если бы Анхоли еще выжил, это был бы Ингиб. Потому что Аша даже, если у нее 50 жизней, она подойдет. Здесь Миракл очень круто ситуацию увидел. Не совсем очевидно, когда по тебе играют все подряд, и ты пытаешься хотя бы как-то выжить. Тебе нужно принять оптимальные решения. Скажем, да, хоть что-то выжить из момента, скорее. Получился, но Миракл... Момент-нажималка отличная такая. И вот сейчас шансы у Нави есть задейфить свой Ингиб. Потому что нужно впускать соперников на хайграунд. И надо быть всей командой на базе при этом. Потому что если не быть там, это будет минус Ингиб без борьбы. И Нави. Нави спускает. Пошла ульта Ноктюрная, играет по скэшу. Скэш отфлэшивается. Теперь проблемы могут быть у Даблэйма. Он в контроле. Гумба по нему играет. С Олеси под ультой Мальзахара простоял. Звени заходит в баклайн. Звени сбоку, но Звени как-то не так-то и хорошо танкует. Но у него ангел-хранитель еще есть. Каких же танковые оба танка в командах сейчас. По Звени играют. Звени должны забрать. Бежит вперед Ник. О-о-о-о! По четверым заехал сейчас. Миракл продолжает стрелять. Ник все еще жив. Убивает Синдру Миракл. Это что-то невероятное сейчас было. Ник полностью переворачивает эту драку. С Олеси забирают. Миракл с флэша играет дальше. Когда такое вообще делал и Миракл? Прыгает в дабл-эйма и умирает. Но разменивается на него. И сейчас Солеси пытается эту драку вместе с Лулу опять на своих плечах. На своих деревянных маукаевских плечах вытащить. Использует телепорт. Димонка такой. А-а-а! Там Сайланс и Солеси. Похоже, что здесь все же не уйдет от Гумбека. У Гумбека есть синий баф. У него есть перезарядка. Скэш сбоку бросает Сайланс. Сайланс? Идут работяги, и работяги спасают бот. Мне кажется, Солеси просто хочет у Солза отобрать звание до самого эпичного рекулера и телепортера просто в мире. Как же там сыграл Ник? Как он этот момент подцепил? И какой был роскошный стан? Стан летел в Ника. Ему пришлось немножко подождать. Но Гумба много протанковала. Она ко мне не понравилась, как Звенье танковал. Он очень быстро умер за полсекунды. Но из англо-хранителя восстав, он стал снова играть с Мираклом. Отлег на себя еще секунду, дав возможность Нику в стане четверых. И Миракл уже сделал здесь свое дело. Прекрасно кончиком стрелы добил он Лукези. А если бы не добил Лукези, через пару секунд мог бы опять достать. Флэш тут, мне кажется, от Миракла все-таки спорный. Но вот он не стоил того. Он думал, наверное, что до Блэйма он сейчас за пару автоатак добьет. Нет, он думал, что Гумба не будет разворачиваться назад и поможет ему. А Гумба немного развернулся, подумав, что и так как бы он его убьет. А вот как бы и так не и так. А и так не вышло. Я такого объяснения Драки не слышал, Юр, еще никогда. Это самое лучшее, которое только может быть. Все, я понял, я понял. Я могу еще раз напомнить про Солеси, который стоял на топе, переколился. Да уж. Но отчего мы и Виктис все еще не отдали свою башню первого уровня. Четыре, даже почти пять тысяч преимуществ в свою пользу имеют, но раз за разом умудряются Драки проводить ровно или даже проигрывать. Обрати внимание, здесь у Миракла появляется пожиратель заклинаний, и он собирается выйти на Малмортиус, чтобы достакать до конца свой откат перезарядки. Плюс он еще боится просто Синдры, которая может его ваншотнуть. Опа, не слазь, Доблэйм как далеко уходит за Ником. У Ника есть Жонни, есть ульта. Доблэйм может оказаться в безпозиции. Он использует... Там грань ночи свою. И теперь уже цепляются ульта. Панхоль ульта пошла, но не пропала почему-то. Солеси проблема, его подбросили. Ой, какая хорошая ульта на Утилуса. Миракл стоит сзади, стреляет. Крабики бьют. Миракл цепляет Моукай. Миракл без каких-либо заклинаний призывателей. Нави разваливаются один за другим. Вейвиктисы прямо сейчас могут и оформить барона, а могут попридумать что-нибудь и поинтереснее. Доблэйм гонится за Гумба. Но щит неудачный совершенно. Однако Гумба вряд ли здесь идет кулдаун на топор слишком большой. Подвязочка. Гумба под фиром и умирает. Слишком испугался. Это, скорее всего, финиш будет. Это игра должна быть сейчас. Ник пытается что-то исправить. Играет по Анхоле. Ник бежит вперед, но Анхоле здесь слишком легко выживает. У Ника была ульта. Выграет сыграть по Лукейде в этот раз. Не получается Эйс для Вейвиктис. И свои действительные игры Вейвиктис начинают все-таки с победы. В сезоне над командой Натус Винцеры. Нави оформляют 1-1 после первой недели. Вейвиктис 1-1. У Гамбитов тоже 1-1. Ну и мы сейчас узнаем еще как минимум одну команду в следующей игре. Кто такой станет. Но поздравляем Вейвиктис с отличным дебютом, несмотря на вчерашнее техническое поражение. Отличный телепорт от Солеси только что был последний. Друзья, Вейвиктисы обыграли в очень сложной игре своих оппонентов. Мы видели, как прекрасно играл Миракл. Мы видели, как неплохо отыгрывал Ник. Сегодня Вейвиктисы все же оказались сильнее. Слаженная игра. И несмотря на неудачное выступление игрока в верхней линии на лайн-фазе, все равно смогли они собраться и правильные моменты найти, чтобы доминацию захватить. Хотел Гумбик продолжить играть так же, как вчера. И сегодня у него, когда это не получалось, это вызвало такой дисбаланс в лесу. Это позволило Ноктюрну, как и ошибка на боте, получить стартовый буст, с которым Дабл Эйм реализовал все свое преимущество. Друзья, очень интересная игра, чтобы ее разобрать. А заодно, чтобы подвести нас, возможно, к одной из действительно равных игр на этой неделе, Rocks Just, мы передаем слово в нашу студию аналитики. Спасибо тебе большое, LCOR. И сегодня у нас игры действительно очень интересные. Что М19 с Гамбитами? Очень равная игра, очень много было хороших моментов. Здесь тоже было просто феерия настоящая и тимфайтов, и индивидуального перформанса. Очень много всего яркого. С самого начала, Зак, касаемо драфта, касаемо идеи с Ноктюрном. Мне про нее дядюшка Мэтт уже рассказывал, то, что им турецкие игроки показали, как нужно играть именно с Ноктюрном. Они там еще иногда Шена добирали, это такая уже старая связка проверенная. Ну и с учетом того, что сейчас в Мете много безэскейповых адекери, Джин, Варус, как вот сейчас мы видели, Ноктюрных очень сильно наказывает. А также Мальзахар, тоже ему тяжело от таких чемпионов уходить. В целом Ноктюрн очень силен, и вот именно против таких чемпионов он их просто наказывает очень сильно. Он согласен, еще стоит отметить тот факт, что просто люди не умеют играть против Ноктюрна. Все забыли, как против него играть. Ты, когда играешь против Ноктюрна, ты никогда не должен сплититься. Очень часто в этой игре Ник ходил один где-то там на боковой линии, когда на него прилетает Ноктюрн, прилетает Малука, его убивает. Даже один на один он против Ноктюрна иногда ничего не мог сделать, поэтому это была очень большая проблема. И команда Na'Vi видно, что она не была готова к этому пику, и в принципе для команды Вейвиктис он сработал просто на ура. И возможно, WM в каких-то моментах играл слишком агрессивно, слишком далеко залетал, но тем не менее он сделал в своей команде early game и mid game. Ему нужно, кстати, отдать должное, потому что его Ноктюрн был очень хороший, и моменты он использовал постоянно, даже если в некоторых моментах, как ты уже сказал, были неудачные. Он все равно старался, пытался, не останавливался, а это самое главное. Обе команды схожи вообще по своей структуре. То есть, да, Ник знает немножко русский язык, говорит, может коммуницировать, но при всем при этом два иностранца, что тут, что там, и поэтому коммуникация может быть не идеальная. Но тимплей, скажем так, и координация у обеих команд были очень серьезные в этой игре по факту. И как Na'Vi вообще, почему, скажем так, разница между Na'Vi вчера и сегодня такая большая? Сегодня полена была не у Na'Vi, сегодня полена была у Вейвиктис. И мне кажется, что это сыграло, скажем так, весомую роль, потому что, ну не знаю, это дерево было просто не убить. Учитывая тот факт, что Дарк Солеси проиграл свою линию очень сильно Звени, но Na'Vi просто распадался на атомы. В то время как на Маукай там танковал четверых человек и еще уходил на пол ХП. Поэтому мне кажется, что ребятам стоит призадуматься тем, чтобы либо банить Маукай, либо забирать его в первой ротации, потому что полена слишком сильно. Звени просто преследует вообще проблемы с Маукаем. Напомню, что вот весной в полуфинале Маукай тогда был не метовым пиком, а именно вот команда Empire начала его регулярно использовать с Мумусом, и он, получается, начал забирать свои баны уже. Касаемо, например, дебюта Лукези, потому что говорили, что он сильный механический игрок. Даже будучи в последней команде в Турции, он был одним из уверенных и лучших милейеров на своей роли, собственно, игроков в регионе. Как заг тебе этот игрок в рейтинге, допустим, там, с Зоирином, возможно, с теми, кто дебютирует вместе с ним в этой лиге, стать тем же самым Ником, например? Ну, Зоирин, наверное, первое место займет, потом Ник. Лукези сегодня себя не до конца, не до конца себя показал, потому что раннюю стадию он стоял хорошо, уверенно, но не делал каких-то супер агрессивных плеев, как бы его было тяжело заметить. Со временем, да, там были файты, в которых он станы по-троим раскидывал, это все круто, и тут, на самом деле, можно выделить, наверное, только WM, потому что он, ну, по сути, выиграл эту игру, потому что он там имел 7-1 из 7 киллов в команде, постоянно что-то именно в игре создавал. Поэтому WM, потом Лукези, потом уже, наверное, с Олеси, потому что его Маукай уже, когда получил свой итем, его было просто не остановить. Что мы можем сказать по итогам этих двух игр, команды Na'Vi и команды Wayvictis? Это фавориты, это аутсайдеры, это команды, которых, скорее всего, мы увидим в борьбе за последнее, то есть, 34-е место. Кого бы, допустим, сейчас можно выделить как явных лидеров, кроме Веги, и кроме, получается, никого. Na'Vi, Gambit и Wayvictis, это, как я говорил в своем прогнозе, это три команды, которые будут бороться за плей-офф, и сейчас они доказывают то, что ни одну из этих команд списать со счета нельзя, потому что, по сути, они каждую друг друга переиграли. Я бы еще туда добавил, наверное, Virtus.pro, потому что сегодня они показали... Не, но Virtus.pro, по сути... Они показали сегодня неплохую игру, учитывая даже то, что они проиграли, но, тем не менее, они играли против Веги, которые показывают сейчас самые стабильные результаты и, наверное, являются самой сильной командой на данный момент. Плюс они заработали очок на Wayvictis. Ну, как бы, да. Ну, сейчас будешь говорить, что вот играли бы, там было бы 0-2, Virtus.pro и все. И тилд. И домой. Друзья, последний матч на сегодня и на первую неделю континентальной лиги ROX и Just Alpha. Короткая пауза и борьба за право закрепиться чуть повыше. И, возможно, кстати, Just сделают тоже заявку на борьбу на плей-офф. Поэтому короткая пауза и мы вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова